здравствуйте дорогие друзья сегодня начинаю уже снимать на новую камеру а вот думаю что будет намного лучше видео качество вот значит и сегодня поговорим о такой вот маски аквалунг технисад моделька лук вот это маска считается классикой вот она является одной из самых популярных масок этой фирмы то есть соотношение цена-качество как бы отличная поэтому но она популярна значит вкратце значит о сначала о самой маски расскажу потом о как бы уже ощущение да то есть и у как бы каких-то моментах об этой маске значит маска двухстекольная у нас идет рамочная конструкция конструкция рамочная до разборная то есть стекла реально то есть можно заказать такие с диоптриями кому нужно вот то есть есть в интернете ролик о том как разобрать правильно рамку поменять стекла ну вот то есть у кого проблемы со зрением я же говорю можно то есть спокойно вот эти стекла найти то есть купить и заказать а вот значит рамка да у нас рамка пластиковая обтюратор силиконовый естественно вот такой ремешок не очень широкий но как бы и не узенький значит что у нас изготовлена в италии свидетельствует надпись об этом а вот теперь по ремешкам ремешок имеет вот маленький шаг вот здесь вот и что мне очень нравится потому что можно затянуть очень точно то есть вот скажем так когда одели можно буквально на одну штучку раз чуть-чуть подтянули все и не будет давить будет тут сидеть так скажем так как нужно вот крепление значит да вот это у нас затягивается по классике дату есть тянем за рямочки и вот так вот сюда опускается то есть чуть-чуть придурили опустили так вот так вот отпустили еще значит имеет видите не на всех далеко не на всех масках скажем так вот здесь крепление можно провернуть на 180 градусов далеко не на всех масках вот здесь же они поворотные теперь значит расскажу немножко о том как бы ну что я уже как бы увидел что я уже от этой маски как бы ожидал и и и что как бы ну в реалии до получил то есть значит расскажу теперь как бы свой опыт и свое восприятие значит маска сделана качественно вот качественная маска хорошая маска значит по вот этому всему делу прилегает отлично то есть вот есть опыт скажем так таких китайских масок там не очень как-то так оно бывает но она прилегает да все но но как-то вот вот это ложится в более комфортно ну по крайней мере на мое лицо вот маска имеет скажем так не минимальное подмасочное пространство но стремится к этому а вот то есть это среднее такое да то есть среднее ближе к маленькому наверно вот маленькому подмасочному пространство вот значит что еще маска хорошо будет ложиться на среднее и на небольшое лицо вот на большое лицо вот тут вот весьма возможно шоу конструкция ну не даст как бы прилечь человеку нормально если у него лицо достаточно широко вот какие еще и и моменты нос 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 как бы вроде не маленький здесь да вот ну так вот как как по видимости но на самом деле он не такой вот крупный то есть у кого крупный нос будет немножко вот тут вот как бы поджимать нос на то есть он будет приплюскиваться чуть слегка то есть за счет вот этой конструкции может быть если бы она была более круглая такая да она бы как бы больше там было место а вот еще какой момент по маске да значит смотрите вот здесь вот здесь вот может прижимать то есть вот на некоторых масках двухстекольных вот видите выемка от носа и здесь есть еще дополнительная выемка то есть как раз вот чтобы не давила на лоб здесь как бы немножко так вот но за счет видно конструкции шина тут разборная то есть выемки этой нету и в принципе ну кому-то может давить то есть мне она не давит вот но я скажем так чувствую бомью да то есть поэтому кому-то может давить значит по обзору хотел еще тоже такое рассказать немножко значит смотрите что по обзору обычно обзор у маск силиконовых у которых прозрачный силикон идет обычно обзор намного лучше чем обзор с черным силиконом когда используется за счет того что периферийным зрением мы сквозь силикон видим как бы окружающую обстановку от этой маски я ожидал но такого эффекта да однако однако я его не получил то есть единственное где как бы мы чуть-чуть можем смотреть это вниз добавляется обзор чуть-чуть вот сюда и да и все вверх так как тут маленькое подмасочное пространство практически мы не видим то есть ничего вот и в стороны тоже за счет вот этой рамки она хоть и прозрачная ну как бы опять же она фактически через нее не видно плюс крепление да потому что у меня были маски там где на обтюраторе крепление вот на силиконе прям да то в бок за счет всего вот этого силикона ну как бы периферийным зрением было хорошо видно то есть такой обзор был шикарный здесь этого нету вот сама по обзору но неплохая маска средний обзор вот среднее подмасочное пространство ну вот как бы вижу на среднее лицо поэтому скорее всего вот она так и популярна то есть именно из-за того что как бы она оптимальная как бы так вот вот такая была масочка смотрите еще добавлю да то есть исполняется она в черном силиконе полностью черной рамкой с черными всеми делами это для охотников или же вот в таком варианте то есть разными немножко цветовыми решениями вот это уже как бы так для дайверов для снорклинга вот вот такая масочка была вот такой вот видео обзорчик спасибо до свидания спасибо